Всем привет, ребята! И давненько у нас на канале не было видео, посвященных ОГЭ. Сегодня мы это исправим, и у нас сегодня во время нашего урока схлестнутся 8 и 20 номер. Вы знаете, что в номере 8 вам может встретиться какое-то выражение, которое надо упростить. Ну, например, вот в 22 году попалось что-то со степенями. Мы сегодня, кстати, такое задание посмотрим. И в номере 20 не только уравнение и неравенство, там тоже может попасться вам что-то, связанное со степенями. В далеком 2013 году именно такое задание и было. И вот я вам покажу, сведу их вместе, и вы посмотрите, что особо ничем они не отличаются. Просто надо знать некоторые приемчики. Ну что, давайте решать. Все такие задания держатся на свойствах степеней. У вас в справочных материалах эти свойства есть, но я думаю, что вы их, наверное, уже помните, потому что это проходили в далеком 7 классе, и вроде бы как уже много лет прошло, оно в голове как-то уложилось. Что мы знаем? Если возводится степень в степень, то вы можете эти степени перемножить. То есть это будет просто А в 20. Здесь же я пока ничего не трогаю. И вспоминаем следующее. Если основания одинаковые, то есть у нас вот А и А, одинаковые основания, при делении степени будут вычитаться, и поэтому наш ответ будет А во второй. Ну а дальше надо посмотреть, обязательно вам уточнят в задании, чему равно ваше А, потому что в этом номере в восьмом, это тестовое задание, должен получиться какой-то красивенький ответ. Здесь спрашивали найти значение выражения при А равном 3. Значит, я получила после упрощения А в квадрате, подставляю тройку, будет 3 в квадрате равно 9. И в бланк я именно этот ответ и записываю. Все достаточно просто. А что же нас может поджидать в номере 20? Давайте-ка посмотрим. Здесь опять же все будет держаться на свойстве степеней, но не так все просто, потому что у вас нет одинаковых оснований, в этом-то и проблема. Ребят, вы должны четко понимать, у вас есть порядок действий. Помните, вам еще там в далеком третьем, четвертом классе рассказывали, что вначале сделай умножение, деление, потом всякие плюсы и минусы, ну или скобки там меняют порядок действий. Так вот, когда появилось действие степень, вам должны были сказать, что это действие делается самое первое. Поэтому я не могу, например, 45 и 5 сокращать, пока я не возвела в степень. Но, к сожалению, степень n возвести я не смогу. Здесь какой-то n минус 2. Ничего не поделаешь. Надо как-то хитрить и подгонять по свойству степеней, потому что они единственные, эти свойства позволяют вам вот этот порядок действий изменить в примере. Ну что? Есть один лайфхак на все времена. Один единственный. Вам не надо знать тысячу лайфхаков. Надо только один. Все крупное, дробина мелкая. И ребята, кто занимается у нас на курсах, они этот лайфхак знают. 45 — это крупное число. Я могу его раздробить помельче. Вспоминаете, как когда-то там в третьем классе вы это делали? Вот есть у вас 45, и вы думаете, так, 45 — это что такое? Это 9 на 5. А потом вы понимаете, что, ой, девятка же тоже — это составное число. Значит, это 3 на 3. 3 на 3 и на 5. Можно чуть-чуть записать поприятнее. Не 3 на 3 и на 5, а 3 в квадрате умножить на 5. И вот я это крупное число заменяю на 3 в квадрате и на 5. Но, внимание, раз тут была степень n на этой 45, значит, она должна остаться здесь. И если у вас в скобках, а за скобками n, то эта степень придет к каждому множителю. То есть я могу записать, каким образом? 3 в степени 2n, и у пятерки будет n. И внизу оставляю все как есть. 2n-1 умножить на 5n-2. В чем кайф? Теперь тройки с тройками могут взаимодействовать, ведь уже есть одинаковые основания. И при делении степени просто вычитаются. Пятерки будут взаимодействовать с пятерками. Степени будут вычитаться. Но, опять же, тут составители хитрят. Они знают, что все очень часто ошибаются на двойных знаках. Давайте проговорим. Если я работаю с тройками, тройка остается, и степени вычитаются. То есть 2n минус вот эта вся степень. Значит, 2n-1. Не забывайте про скобки. И поэтому 2n-2n, скобки если убрать, то здесь знак поменяется на плюс. И будет 2n-2n плюс 1. 2n-2n уйдет, и останется просто единичка. И попробуйте то же самое проделать с пятеркой. Пятерка остается, а степени надо вычесть. Значит, от n вычитаем. Внимание, не просто n-2 я пишу, а ставлю скобки. И когда снимаются скобки, то этот минус влияет и делает нам минус n плюс 2. n-ки пропадут, и останется на пятерке просто двойка. Ну, а теперь это просто посчитать. 3 умножить на 25, ответ 75. Вот. Тут нам надо было подробное решение. Мы все прям расписали как надо. Ну, и теперь задание из далекого 2013 года, когда еще ОГ назывался ГИА. Тут немножко все меняется. Почему? Все свойства степеней. Если вы посмотрите, например, таблицу, вот эти, где у вас свойства перечислены, вы заметите, что везде идут действия между буквами, умножение, деление, и нигде нет никаких минусов. Вот когда у вас встречается минус, тут немножечко другое действие надо применять. Можете запомнить, если у вас все связано умножением либо делением, вы все крупное дробите на мелкое, а вот если у вас между элементами связь плюс или минус, здесь нужно ключевое слово выносить. Вот давайте посмотрим. У нас встречается и здесь пятерка, и здесь пятерка. Значит, я повторяющийся элемент, эту пятерку могу вынести. Только в чем ее выносить? Тут степень n плюс 1, тут степень n минус 2. Ну, вообще говорят, что надо выносить то, что в меньшей степени. Вот n минус 5, 5 в степени n минус 1. Но удобнее будет сделать следующее. Смотрите-ка, и здесь 5 в степени n, и здесь 5 в степени n. Давайте тогда 5 в степени n и вынесем, и запишем правильно, что останется. Это такое опасное место, где можно ошибиться. Если я выношу 5 в степени n, то у вас не единичка остается, а 5 в первой степени. То есть вы 5 в степени n забрали, а 5 в первой у вас останется минус. И здесь также вы 5 в степени n забираете, а 5 в минус первой степени остается. Если есть какие-то сомнения, правильно ли я вынес, вы можете раскрыть эти скобки, и у вас должно получиться исходное. Если я буду раскрывать скобки, при умножении степени складываются, у меня будет n плюс 1. Здесь при умножении степени складываются будет n минус 1. Все, как и было раньше. Ну и теперь переписываю знаменатель, и вы можете заметить, что 5 в степени n сокращается. Осталось только это аккуратно посчитать. 5 в первой степени это та же пятерка, а вот 5 в минус первой, внимание, это не минус 5, как вы подумали, или там типа минус сюда слезет, нет. Минус перевернет, а степень возведет. Значит, получается 1 пятая, 5 минус 1 это 1 пятая, и все это разделить на 2. Получилась такая трехэтажная дробь, но я думаю, что мы справимся. Первое действие это в числителе посчитать. Тут приводим к общему знаменателю, будет пятерка. Сюда домножаем на 5, будет 25 минус 1, будет 24 пятых. И можно записать разделить на 2, ведь дробная черта это и есть деление. Когда мы делим, мы первую дробь сохраняем, а вторую переворачиваем. Можно сократить 24 и 2 будет 12. И наш ответ 12 пятых, но здесь можно перевести, например, в десятичную дробь. Домножим на 2, будет 2 целых, 4 десятых. Все, это наш окончательный ответ. Вот с этими примерами, скажем так, со звездочкой номер 20, пожалуйста, еще раз посмотрите, ознакомьтесь. Если связано все умножением, все крупное, дробина мелкая. Если же вы увидели, что связь плюсом или минусом, то тут ключевой прием вынести повторяющийся элемент. И все задания так рассчитаны, что, скорее всего, у вас сократится вот эта вот энка и останется обычное примерное вычисление. Вот мы с вами посмотрели такие интересные задания, которые относятся к теме степени. Надеюсь, что вы благодаря этому видео повторили основные моменты. Но обязательно мы вам снимем что-нибудь еще полезное именно для подготовки к ОГЭ. Спасибо, ребята, за внимание. Обязательно поставьте лайк, пишите комментарии, если какие-то вопросы у вас остались. Или у вас есть такие же задания со степенями, которые вы не очень понимаете, как надо решать. Обязательно разберем в следующих видео. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И мы увидимся с вами на следующем уроке математики. Всем пока-пока.